Климакс в переводе с греческого означает «лестница». Это определенный переходный этап жизни женщины. И вот если этот переход сопровождается головными болями, изменением веса, раздражительностью, скачками давления, то идти в этот третий возраст совсем не хочется и некомфортно. Что делать? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Ирина Агаркова, врач-акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники номер один, доцент кафедры акушерства и гинекологии СМГМУ, кандидат медицинских наук. И, кстати, не просто врач, а лучший врач. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Здравствуйте, Инесса. Здравствуйте, уважаемые коллеги и уважаемые зрители. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Если вдруг у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить к нам. В общем, этот процесс вы хорошо знаете. Ждем ваших звонков здесь. Мы сегодня говорим о лестнице, о переходе в третий возраст. И если говорить про климакс или, иными словами, менопауза, это ведь одно и то же, правильно? Одно и то же. Одно и то же. Что это на самом деле такое? Так вот, если доступным языком объяснить. Ну, климакс — это физиологический, генетически запрограммированный процесс в жизни женщины, который обусловлен переходом, стадии перехода от завершения репродуктивной функции до последней самостоятельной менструации женщины. А менопауза — это сама последняя менструация в жизни. И этот диагноз мы на приемах ставим ретроспективно. То есть, когда ретроспективно в течение предыдущих 12 месяцев отсутствует менструация. Вот говорить об этом в обществе не принято, и слова климакс и менопауза такие, ну, немножко табуированные все-таки, да? Как вы считаете, это правильно, что это вот такой интимный процесс? Или все-таки нужно побольше говорить об этом? Безусловно, мы должны информировать женщин о том, что это максимально ответственный период в жизни женщины. Этот период продолжается, практически половину ее активного долголетия продолжается 25-30 лет. И ведь это период, который может быть обусловлен некими процессами в состоянии здоровья женщины. Поэтому эту ситуацию мы должны обязательно проговаривать на приемах. Почему приходит осень? Какие именно процессы запускаются в нашем организме, когда он начинает стареть? Ну, я сейчас, наверное, не говорю про внешнее какое-то старение, да? Ну, я бы сказала так, что этот период, этот биологический процесс характеризуется изменением гормональной функции. А так как за счет чего гормоны вырабатывают яичники? И яичники, это половые железы вырабатывают и эстрогены, и прогестероны, небольшое количество андрогенов. И вот в периоде менопаузального перехода происходит тот дисбаланс, на который организм реагирует. И наши органы-мишени, которые представлены во всех органах и тканях, да, наших половых гормонов, они дают клинические проявления. И какие же клинические проявления климактерического периода? Это атрофические изменения в интимной зоне, это изменения в коже, в волосах, это изменения тургора, это изменения эластичности, это изменения когнитивной функции. Это мы видим у наших пациенток, это бывает поводом обращения их на прием. Это метаболические ситуации, когда пациентка к нам обращается в перименопаузальном периоде и говорит, что я набираю массу тела. Причем это абдоминальное обжирение, это висцеральный жир, который несет за собой другие риски. И, конечно, это нарушение в плане прочности, минеральной прочности костей. А это ведет за собой патологические перегломы и риски в позднем уже возрасте, менопаузе. Я сейчас подумала, а можете вы диагностировать внешне? Вот пришла к вам пациентка, а вы про себя думаете, так, климакс. Как-то это есть какая-то такая печать? Этот период, он все равно возраст ассоциирован. И сегодня он обозначен и в медицинской среде, и пациенты знают, что этот период начинается все-таки физиологически с возраста 45 лет. Конечно, средний возраст наступления менопаузы 49-51 год. Но есть аудитория женщин, которые приходят к нам в возрасте до 40 лет. И это та группа пациентов, которой мы должны обязательно заниматься. А от чего зависит наступление вот этого перестройки организма только от количества лет, которые прожиты? Вот вы же сейчас сами сказали, что бывает и 45, и другой возраст. Инесса. Менопауза – это естественный процесс. Он универсальный, как процесс изменения гормональной функции яичников, и возраст ассоциированный. Но есть ведь аудитория женщин, которым менопауза приходит очень неожиданно. И это та группа женщин, у которых была проведена операция по удалению яичников. И та ситуация катастрофичная наступает достаточно быстро, и им трудно переживать эту ситуацию. И в психологическом плане, и в соматическом плане. Есть группа женщин, мы называем это ядрогенной менопаузой. Есть группа женщин, которые лишаются менструальной функции и попадают в состояние хирургической менопаузы, ядрогенной менопаузы по причине химии, лучевой терапии. И сегодня обозначены зоны риска. И доказано, что у курильщиц менопауза наступает раньше. И, соответственно, протекает тяжелее. Соответственно, на приемах мы тоже обращаем на это внимание. У нас есть даже рубрификатор, вредные привычки, наследственный фактор. То есть это как обременение? Гинекологическое здоровье, безусловно. А какой вот сейчас же каждый практический доктор, который приходит к нам сюда в студию, говорит, что его заболевание, которое он лечит, молодеет. Вот в этом случае тоже во сколько самое раннее может это случиться естественным путем, если там не было никаких операций? Естественный путь – это все-таки 45-летний возраст. От 45 лет, мы говорим, своевременное наступление. А вот если выделяется категория женщин до 40 лет, мы говорим о преждевременной менопаузе. И выделяется категория женщин, у которых симптомы, ассоциированные с менопаузой, наступают в возрасте от 40 до 45 лет. И это тоже аудитория женщин, которым мы обязаны помогать. То есть каких-то чудес после 50, после 60 вы не видели? Нет, безусловно. Если вы опоздали к началу программы, сегодня в нашей студии Ирина Агаркова, врач-акушер-гинеколог 1-й Самарской городской поликлиники. Мы говорим про лестницу, про переход от репродуктивного периода в жизни женщины к периоду следующему, к третьему возрасту. Мы говорим про климакс и менопаузу сегодня. Тема интимная, но очень важная. И недостаток информации об этом как раз-таки является проблемой для некоторых людей. Об этом мы сейчас с вами попозже поговорим еще. Вот вы перечисляли гормоны, которые культивируются в женском организме, которые существуют, которые есть. А вообще их, вот я три насчитала, вообще больше? Их очень много или вот... Ну, гормонов очень много, конечно. И у каждого гормона свое биологическое действие, за что он отвечает. Но все-таки наш период, менопаузальный период, ассоциируется со снижением функций половых гормонов. Это эстрогены, это основа основ менопаузального периода. Это изменения в показателях прогестерона. Вот за что они отвечают? Эстрогены отвечают за нашу привлекательность женскую, за нашу сексуальность, женственность. Это показатели, которые отвечают за репродуктивный период, возможность реализации репродуктивной функции и возможность вынашивания беременности. Женские половые гормоны отвечают и за метаболическую функцию. И мы уже с вами говорили, что в периоде менопаузального перехода женщины начинают неконтролируемо набирать массу тела. Половые гормоны отвечают и за липидные профили. Соответственно, снижение уровня половых гормонов отражается на уровне липидограммы и несет определенные зоны риска. И я бы сказала, что половые гормоны отражаются на психическом и эмоциональном состоянии наших женщин. И точка приложения – это костная ткань. Я сейчас вам очень примитивный вопрос задам, но очень хочется побольше гормонов. От чего зависит их количество в организме? Можно ли как-то на это влиять? Но так как гормоны биологически активные, все-таки молекулы, они поступают в кровь и уже оказывают биологические действия, по большому счету уровень исходный генетически запрограммированный. Мы родились, мы выросли, но есть внешние и внутренние стимулы, есть соматические заболевания, которые могут отражаться на уровне половых гормонов, есть прием лекарственных препаратов, который тоже может отражаться на количестве половых гормонов, есть опухоли, которые тоже отражаются на статусе гормонального состояния, и, конечно, наш образ жизни. Каким образом они влияют? Это неправильные привычки, это хронические стрессы, это недосыпание. Все это те факторы риска, которые могут отражаться на количестве половых гормонов. Мы сами убиваем свои гормоны? В том числе. Ужас какой. Хорошо, давайте непосредственно к климаксу перейдем. Вы говорили о внешних признаках, которые начинают проявляться при наступлении климакса. Но, наверное, это не самое страшное, да? Вот почему все-таки это слово так пугает очень многих женщин? Чего боятся женщины? Каких именно проявлений? Какие они бывают? Ну, проявление климакса, так как мы говорим, точка приложения половых гормонов, она все-таки многогранная, и, соответственно, клинические проявления, с которыми нам обращаются женщины, они тоже исходят от разных органов и систем. И самый первый симптом, который обращает внимание наша пациентка, это симптомы приливов, симптомы повышенной потливости, симптомы ночных потов. Это симптомы эмоциональной лоббильности, неуравновешенности, конфликтности на работе. Бывают, когда пациенты обращаются с симптомами нарушения сна, и мы выделяем такой термин, как фрагментация ночного сна, то есть когда трудно засыпает пациентка или очень часто пробуждается. Достаточно часто пациенты предъявляют жалобы на суставные боли, боли в костях, а достаточно часто уже в поздневременных симптомах женщины все чаще нам обращают внимание на сексуальную дисфункцию, то есть это элементы вульвовагинальной атрофии, ассоциированные с этой симптоматикой. И мы на это тоже обращаем внимание и консультируем наших пациенток. Давайте послушаем зрителей. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вопрос к врачу. Пожалуйста. У меня вот 56 лет, у меня менопауза хирургическая, в 2014 году, но у меня яичники сохранены. Ну, в общем, вот эти все годы у меня климат длится, продолжается, и, так сказать, я хочу сказать, что он у меня усугубляется с возрастом. То есть у меня приливы и днем, и ночью. Я просыпаюсь вообще практически нестынно. Но гормонотерапию я не принимала, а вот препараты растительного происхождения я пила. Но мне ничего не помогает. Восемь лет с 14-го года? С 14-го года. Ужас какой. А, извините, что я за доктора. А к врачу вы обращались с этими проблемами, к гинекологу? Конечно, обращалась. Ну, мне советовали гормонотерапию сразу. Но я почему-то от нее отказывала. Я боялась каких-то осложнений, покледствий. Ну, и не согласилась. А сейчас, наверное, уже поздно гормонотерапию в таком возрасте принимать. Я сейчас только еще поблагодарю вас за этот вопрос, потому что мы обязательно это обсудим. А, Ирина Анатольевна, ну, хотя бы вот поздно или не поздно. Ну, я бы сказала так, что, безусловно, пациентка, которая предъявляет жалобы на приливы и связанные с хирургическими на паузу, мы должны уточнить, по какой причине, да, произошла операция. Ну, самое благоприятное – это то, что остался орган половой функции яичники. Так как есть симптомы, которые требуют коррекции, здесь, безусловно, у нас встает вопрос о назначении гормональной терапии. Но гормональная терапия назначается пациентам, когда стаж отсутствия обменструации составляет не больше 10 лет. Или возраст наступления менопаузы, будь то хирургический, раньше 60 лет. Настоящая пациентка предъявляет жалобы на приливы. Конечно бы, нужно было убедить пациентку принимать гормонозаместительную терапию чуть раньше менопаузальную, мы говорим, гормонотерапию. Ну, а сегодня мы должны непосредственно пациентке сказать, что есть методики йоги, есть методики психологической коррекции, есть методики закаливания, есть методики фитоэстрогенов, которые тоже будут помогать справляться с символами этого климактерического периода. А медикаментозно уже поздно? 8 лет прошло? Медикаментозно. Здесь нужно просто взвесить те риски, которые мы можем получить от той терапии, которая будет назначена. Но в целом возраст позволяет еще назначить пациентке гормонотерапию. То есть ей все-таки стоит обсудить еще с доктором этот вопрос? Еще хотела спросить вас, вот когда уменьшается еще один звонок. Да, давайте послушаем звонок, а потом мой вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это я? Да. Мы слушаем вас. А-а. Меня зовут Виктор Михайлович. Мне 72 года. У меня профзаболевание по бронхам. И перенес я инфаркт в 2000-м. И последние 5 лет я каждую ночь потею. Очень потею. Подушки меняют туда-сюда, то есть две подушки у меня постоянно меняются. И налогочка тоже вот. Виктор Михайлович. Я не задавал вопрос своим докторам в поликлинике. Они делают вид, как будто бы не расслышали. И я не знаю ответ на свой вопрос. Понятно. Виктор Михайлович, ну а вы в курсе, что у нас сейчас врач-гинеколог, да, в эфире? Зеленый. А я включил, смотрю. Понятно. Спасибо вам за вопрос в любом случае. Ну, можем что-то ответить? Ну, все-таки я доктор женского здоровья, поэтому, наверное, этот вопрос мы адресуем непосредственно врачам, коллегам по профилу. А к какому доктору все-таки порекомендуете обратиться? Безусловно, первичный – это врач-терапевт. Это врач первого контакта пациента. Я единственное хотела спросить, раз уж у нас был такой звонок, я где-то читала, что и у мужчин бывает климакс. Да, у мужчин бывает климакс. Он тоже физиологический и генетически запрограммированный процесс. Но в любом случае это лечит не врач-гинеколог. Это не врач-гинеколог. Виктор Михайлович, нужен все-таки терапевт. А мы продолжаем разговор. И с уменьшением количества эстрогенов в организме, вот я видела где-то информацию, что увеличиваются риски сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Так ли это? Да, Инесса. Я на это утверждение скажу, что вы абсолютно верны. Верно говорите. Эстрогены обладают протективным, то есть защитным действием на эндотелии сосудов. И, соответственно, поддерживают уровень липидов. И количество липидов высокой плотности обладает защитным действием для профилактики отсроченных появлений атеросклероза. А мы знаем, что атеросклероз – это фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И, соответственно, преимущества препаратов менопаузальной гормональной терапии с входящими компонентами эстрогенов обладают защитным, протективным действием для профилактики сердечно-сосудистых рисков. Точно так же в плане липидного профиля эстрогены влияют на липидный профиль, высокая плотность. Профилактирует риск метаболического синдрома. У пациентов, принимающих менопаузальную гормональную терапию, уменьшается объем талии, уменьшается висцеральный жир. А висцеральный жир – это фактор риска сахарного диабета второго типа, потому что это заболевание все-таки возраста ассоциированное и формируется инсулинорезистентность. А сегодня докажено, что сахарный диабет второго типа имеет на себе метку фактора риска развития рака молочной железы у женщин. Причем есть такие данные, что рак молочной железы при сахарном диабете как фактор риска увеличивается в 20 раз. Соответственно, менопаузальная терапия и эстрогены в составе менопаузальной гормональной терапии влияют на гликемический профиль. И все это профилактирует сердечно-сосудистые заболевания, метаболические синдромы в виде сахарного диабета. Ирина Анатольевна, прерываю вас, потому что нас ждет на трубке телезритель. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне 63 года. Менопауза началась в 40 лет. Но для, как вы объясняете, для того, что вот эти приливы, отливы у меня начались только в прошлом году. Это 22 года прошло после менопаузы. И я даже не понимаю, теперь в чем я делал. Я до такой степени всегда хожу. Мне жарко даже при нулевой температуре. И вот сейчас в груди появилась какая-то шишечка. Я не знаю, что это. Но дело в том, что я еще 3 года после травмы вообще не выхожу из квартиры. Где мне можно, чтобы меня кто-то проверил, как это вообще можно сделать как-то на дом. А вы не выходите, потому что не можете идти. Вам сложно какие-то проблемы, да? Я хожу по квартире только с ходунками. По лестницам я вообще ходить не могу. У меня нога больше не работает, левая. Мы поняли, да, Ирина Анатольевна? Но все-таки с учетом анамнеза пациентки, когда возраст и стаж отсутствия менструации больше 10 лет, и возраст пациентки уже 63 года, здесь о менопаузальной гормональной терапии речь не идет. Потому что, опять-таки, это несут определенные зоны риска. Могут ли эти симптомы быть проявлением климакса? Но все-таки симптомы в виде приливов, они чаще всего беспокоят пациенток в начале завершения репродуктивной функции, то есть в начале периода климакса. Здесь я бы рассмотрела вопрос, а не симптом ли это чего-то другого? Потому что сейчас, ввиду того, что мы живем все-таки в эру ковидной инфекции, это может быть проявление постковидного синдрома у пациентки. И, опять-таки, я бы адресовала все-таки эти симптомы к детальному дообследованию у врача-терапевта с привлечением узкого специалиста, врача-гинеколога. Ну, вот меня очень сильно смутило, что женщина не может выходить из дома, и, собственно, так можно пропустить что-то серьезное. Но, безусловно, пациентка может вызвать врача, и в том числе гинеколога, на дом. Да, все-таки вам нужно вызвать врача на дом. Если вдруг не получится, вы не сможете решить эту проблему, звоните, пожалуйста, к нам потом еще в программу. Мы тогда уже в ручном режиме попросим кого-то вам помочь. Ирина Анатольевна, давайте мы сейчас все-таки уже поговорим про гормонозамещающую терапию. Уже много было вопросов на эту тему. Но сначала посмотрим сюжет, который мы сняли в вашей поликлинике. Менопауза – это не болезнь, а дань возрасту, утверждает Надежда Ярушева. К 50 годам начались горячие приливы и бессонница. Вопреки страхам и предубеждениям, решила обратиться к врачу. Боялась, что я поправлю с лишней язвы. В моей жизни ничего не поменялось. Я каждое утро принимаю препарат, таблеточку, и чувствую себя очень хорошо. Раз в полгода я хожу, наблюдаясь у доктора. Избежать климакса не удалось еще ни одной представительнице слабого пола. Но этот процесс можно облегчить. Главное – не откладывать поход к специалисту. Во-первых, это физиологический процесс, который сопровождает женщин позднего репродуктивного возраста к переходу в более элегантный возраст и состояние, за которым нужно внимательно следить. Симптомы явные у женщины. Это, как правило, приливы, чувство жара, бессонница. Женщины любого возраста, начиная с 14 лет, ежегодно должны обследоваться у врача-акушерогинеколога. Но аж при появлении таких симптомов, выше мной перечисленных, женщина обязана просто обратиться к своему лечащему акушерогинекологу. Поход к врачу важен не только для снижения дискомфорта. При менопаузе возрастает риск вегетативно-сосудистых, психических и обменно-эндокринных нарушений. При наступлении менопаузы ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и назначать себе препараты, особенно гормональные. Обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях врач-акушерогинеколог Ирина Агаркова. Мы говорим о климаксе. И у нас не так много времени остается. Мы очень важную тему должны с вами успеть проговорить. Гормонозамещающую терапию. Ведь долгое время считалось, что климакс – это, условно говоря, женская смерть. Я в кавычках сейчас, конечно, говорю, но тем не менее. Ну вот наступил он и все. Сейчас есть понимание, что с этим можно не бороться, а можно более комфортно сделать свою жизнь, да? Вот каким образом, что применяется доктором для того, чтобы женской смерти не случилось так быстро? Ну, Инесса, я бы сказала так, что сегодня менопаузальная гормональная терапия – это часть общей стратегии, которая направлена на поддержание качества жизни женщины в периоде постменопаузы, которая обеспечивает ей активное долголетие. Потому что сегодня женщины – это и женщины с увеличенным все-таки пенсионным возрастом, это максимально работоспособные. И препараты нашей терапии позволяют женщине сохранять не только когнитивную функцию, но они сохраняют свою физическую активность для выполнения повседневной работы. Ну, еще с советских времен слово «гормоны» всех очень сильно пугало, и некоторых пугают еще до сих пор. Поэтому вот сейчас нам зритель не созвонил, ей же предлагали такую терапию, она испугалась, хотя сейчас уже согласна. Почему нас так пугает вот слово «гормоны»? И так ли они страшны? Ну, я бы сказала, что у каждого препарата есть своя ниша, которые определяются исходным параметром каких-то параметров пациентки. И нет лучшего препарата, который был бы хорош для каждой пациентки, как и нет универсальной женщины, которой будет хорош любой препарат. И здесь мы должны понимать, что польза менопаузальной гормональной терапии, она сегодня очевидна, и мы ее сегодня в программе обозначили. Но эту терапию может назначать только доктор после всестороннего обследования, и, безусловно, обследования, которое направлено на онконастороженность. И эти обследования сегодня предусмотрены у нас. Так как я работаю врачом и являюсь врачом первичного контакта с пациентами в этом деликатном возрасте, то прежде чем назначить препараты, мы имеем принцип минимальных адекватных доз для купирования симптомов менопаузы, определяем абсолютно безопасные концентрации этих препаратов, и мы позволяем сегодня женщине продлить молодость назначением нашей терапии. А каким образом и какие проблемы решаются с помощью такой терапии? Это терапия, которая направлена не только на оккупирование симптомов климакса, но и на профилактику поздних нарушений менопаузы. Это профилактика сердечно-сосудистых рисков. Мы не речим. Сердечно-сосудистые заболевания, мы их профилактируем. Это профилактика когнитивной функции. Мы профилактируем болезнь Артгеймера или отсрочиваем ее. Это профилактика. И сегодня одно из показаний назначения менопаузальной терапии – это профилактика остеопороза у женщин групп риска. И, конечно, аудитория, которой мы обязаны назначить терапию, но при условии отсутствия противопоказаний, это пациентки, у которых наступила или хирургическая менопауза, у которых она пришла неожиданно, или пациентки с ранними симптомами, ранней и преждевременной менопаузы. То есть это абсолютные показания для назначения этой группы препаратов. Одним из страхов отказа женщин от гормонозамещающей терапии является то, что гормоны вызывают рак. Сегодня многочисленными международными исследованиями доказано, что препараты менопаузальной гормональной терапии не вызывают рак. И это многочисленные исследования, международные. И российский клинический опыт уже непосредственно нашей врачебной практики. И мы клиническая база кафедры акушерства гинекологии Самарского медицинского университета. И у нас ординаторы проводят клинические наблюдения за пациентами, принимающими менопаузальную гормональную терапию. Нет, менопаузальная гормональная терапия не вызывает рак. Ирина Анатольевна, в нескольких словах, если женщина принимает такое лечение, что и как часто ей нужно делать, какие обследования проходить, чтобы быть уж совсем спокойной? Обследование ежегодно, потому как пациентка принимает заместительную гормональную терапию в менопаузальном периоде. Это обследование, обязательно связанное с онконосторожностью. Это проведение обследования молочных желез в виде маммографии. Это онкоцитологический скрининг соскобы шеи, матки, вирус папиллома, человека. Это обязательные УЗИ органов малого таза. Это ежегодное обследование. Я благодарю вас за эту беседу, на такую интимную тему. Надеюсь, что многое для наших зрителей стало более понятно. Ну а стареть или нет, каждый, видимо, выбирает для себя самостоятельно. Мы увидимся ровно через неделю. Спасибо, что были с нами. До свидания. Благодарю вас за эфир. Всем здоровья и активного долголетия. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин